привет всем вы на канале Ирэн Адлер и сегодня одно из можно сказать условно рабочих видео сегодня буду показывать сережки из своей мастерской которые я сама создала для тех кто впервые на моем канале немного объясню у меня есть разные рубрики разные темы об украшениях я интересуюсь и не только винтажом не только историей украшений но и современными украшениями также я создаю украшения уже много лет раньше я работала в одной определенной технике сейчас я делаю меньше украшений возможно они проще по дизайну так выходит но всегда мои украшения вызывают какие-то эмоции в это лето я работаю я не очень люблю летом ездить куда-то в отпуск я предпочитаю это делать более прохладное время года потому что жару плохо переношу ну и результаты на своей работы я сегодня хочу вам показать я уже показывала серьги которые делала в предыдущий раз часто я это показываю с примерками одежды ну в этот раз примерок одежды не будет просто покажу эти украшения на себе как они выглядят и как они могут хорошо сочетаться с теми же винтажными украшениями на этот раз я сделала 19 пар разных сережек даже если в них какие-то есть одинаковые элементы то сами серьги все абсолютно разные они не повторяются и двух одинаковых не будет так вот я подбирала материалы что каждые будут уникальные все серьги очень яркие и мне хотелось бы чтобы каждый нашел здесь свои какие-то цветовые сочетания а ну а яркие цвета они всегда добавляют настроение если вдруг с утра плохое настроение надеваешь сережки и настроение улучшается ну по крайней мере у меня это так работает ну я надеюсь что серьги вызовут какие-то и у вас эмоции и вы поделитесь ими дальше в комментариях ну а сейчас давайте кое-что посмотрим поближе я примерю их на себя но сегодня все не 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 успею показать будет слишком длинное видео поэтому разделю его на две части итак мой любимый красный цвет я не устаю повторять что если вы стесняетесь или вы не любите когда красного цвета много то идеальный вариант это носить красный цвет в каких-то акцентах ну и я сделала такие вот маленькие сережечки они с кораллами со стеклом с прозрачным на совершенно небольшого размера такие малюсенькие красненькие акцентики я все это подчеркнула еще красными бусами это обычный винтаж обычные бусы на которые я подвесила такой же какой-то вот тоже обычный шарик наверное он или стеклянный или керамический от бижутерии он очень хорошо совпал по цвету с самими бусами и получился такой вот кулончик вместе с этими сережками вот так вот это выглядит сережки совершенно маленькие ну по крайней мере для меня а вообще такой размер я считаю он универсальный это небольшие не маленькие сережки они и заметные и акцентные и в то же время не выглядит такой вот слишком знаете нету в них какого-то перебора следующие сережки с очень крупной барочной жемчужиной мне кажется что невозможно не любить барочный жемчуг какие бы там веяние моды были или не были но эти жемчужины они всегда всегда разные причудливой формы в сочетании с вот этими розовыми кристаллами они смотрятся очень нежно я их надела на вот такие вот маленькие колечки то есть это хуп эрингс такие вот маленькие хупы они незаметные и очень красиво серьги с них свисают все-таки дизайн сережек очень сильно зависит от того на что они подвешены посмотрите как это смотрится ну и чтобы не было много жемчуга чтобы не было слишком много жемчуга я бы предпочла их носить с цепочкой просто золотистой или золотой у кого что и есть ну а для тех кто считает что жемчуга много не бывает конечно же все это будет неплохо смотреться и с жемчужными бусами а вот так не буду их уже застегивать на себе вот так это смотрится такие серьги красиво еще смотрятся с распущенными волосами если цвет волос темный то на контрасте эти жемчужины кажется что они знаете так вот порхают в волосах такой эффект я очень люблю использовать ношу медные сережки как раз они по цвету полностью совпадают с моими волосами и такой эффект остается что здесь вот висят жемчужины просто волосах очень красиво еще одна разновидность сережек с такими же жемчужинами но уже с ярко синими акцентами и таким вот цветочком швензы цветочек это серьги гвоздики у них крепление вот такое и здесь уже акцент не только на саму жемчужину ну и на все части этой серьги происходит наверняка вы знаете что вот этот практически ультрамариновый синий сейчас очень популярен такой цвет и серьги могут стать хорошим дополнением если в вашем аутфите в вашем луке есть какие-то такие оттенки ярко-синие цветочек такой тоже придает определенный шарм серьгам романтическое настроение вот так вот это выглядит еще один оттенок синего даже не знаю как его назвать такой вот серый синий темный такой глубокий цвет у меня есть винтажная нитка бус они длинные я их просто два оборота надела и сейчас к ним покажу серьги это тоже серьги гвоздики но уже видите на таких вот пятачках металл текстурный пятачки неровной формы я очень люблю вот такие вот неровные формы когда присутствуют в этом есть определенный знаете такой немножко бардачок как бы это сбивает сережек какую-то такую чопорность ну и тут тоже жемчужина и вот такая стеклянная темно-синяя капелька в тон бусом декор кристаллови сваровске серьги интересные такой получились формы они как бы сходят на пирамидальная форма большая часть у вас получается на ухе меньшая часть по размеру свисает то есть акцент все-таки приходится на этот металлический пятачок следующие сережки вам покажу они необычные формы я долго над ними как-то размышляла они напоминают планеты смотрите вот такие немножко необычной формы здесь зеленый авантюрин и маленькая жемчужинка висящая сбоку я ничего не нашла лучшего как надеть брошку с такими же зелеными подходящими по цвету кристаллами ну и получается такая вот винтажная чешская брошь зелеными кристаллами ажурная ажурная и серьги современные уже кто-то может быть скажет что но это просто тупо сочетание по цвету ну в принципе да почему нет если у вас есть какие-то зеленые кулоны которые можно подвесить сюда не обязательно зеленые сюда же можно использовать просто золотые какие-то колье цепочки с кулонами небес ну чем вы сами понимаете что вот тут уже хозяин барин подобрать можно все что угодно в данном случае я подобрала брошь вот такие а тоже небольшие сережки ну а эти серьги очень яркие серьги с хелиотисом и сиреневой стеклянной капли в обрамлении кристаллов сваровски сверху жемчужина еще есть такие серьги мне кажется не нужно ничем дополнять никакие комплекты я бы к ним не выбирала они очень-очень самодостаточные в них много разного цвета присутствует если у вас есть что-то такое в одежде то хорошо но если нет кто беспроигрышный белый цвет с которой может все сочетаться абсолютно все я сижу напротив окна и на меня дует ветер эти дни такие ужасно жаркие что снимать видео иногда даже честно говоря не хочется вот такие серьги вообще хелиотис я очень люблю зеленые оттенки мне кажется что хорошо сочетаются с карими глазами зеленые кари это всегда всегда беспроигрышный вариант а следующие серьги напротив очень скромны посмотрите это необработанные кристаллы аквамарина висят они на вот таких интересных швензах крючках что придает им такую вот такой интересный вид как я уже говорила дизайн крючков для сережек дизайн швенц играет очень большое значение повесьте 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 этот кристалл просто на обычный крючок вот такой проволочный и будет совершенно друг другие серьги совершенно не примечательные на мой взгляд ну и сюда я снова добавила брошь хотя вы знаете серьги настолько скромны что сюда можно добавить и еще одну брошь я здесь у себя за спиной разложила свои еще винтажные сокровища чтобы немного дополнять эти аутфиты вот например вот так знаю что многим из вас интересно будет более интересны чем серьги броши но я часто показываю свою коллекцию и то что продаю то что нахожу на обложках поэтому сегодня видео о серьгах и кстати тот кто любит кристаллы на кто любит натуральные камни вот такие вот необработанные кристаллы очень сейчас популярны их любят мне кажется многие любители натуральных камней своей коллекции иметь необработанные кристаллы мне кажется это очень классно еще одни серьги с барочной жемчужиной но уже другой формы а вот такой удлиненной она немного отливает розовым таким розоватый сиреневым внизу здесь такой же кристалл какой-то сиреневатый это натуральный камень но он немного подкрашенный серьги длинные и к таким длинным сережкам я не очень люблю подбирать украшения на шею потому что мне не нравится когда украшения как бы собираются все в одном месте друг от друга на близком расстоянии вот поэтому их бы я дополнила вот такой чешской брошью здесь и белая эмаль и розовые кристаллы и последние сережки которые я сегодня покажу а вот такие черно-белые асимметричные с черным непрозрачным и прозрачным стеклом и жемчугом для любителей черно-белого а я вы знаете вот последнее время очень люблю черно-белые сочетания я долгое время не носила как-то черный цвет у меня мало было в гардеробе черного черной одежды и черной обуви и всего такого но в последнее время меня как-то на это потянуло и и даже летом я очень люблю вот это контрастное сочетание черно-белого посмотрите как это смотрится и серьги асимметричные и всегда привлекающие внимание ну и само собой разумеется сюда можно убирать любое конье все что вам вздумается вот так это смотрится с жемчугом так это смотрится с цепочкой вот такие вот черно-белые контрасты на сегодня друзья это все в одном из следующих видео я покажу то что у меня еще тут осталось готовое сережек у меня сделала много и все-таки моя работа над коллекцией еще находится в процессе я не спеша и не тороплюсь ее делать потому что потому что у меня есть еще другая работа вот и всем так что до встречи в следующем видео я надеюсь что это видео вам понравилось всем пока пока пока